За текущий месяц шестеро детей поступили в больницы республики с катотравмой. Это падение с высоты более трех метров. Врачи говорят, чаще всего маленькие пациенты поступают с тяжелыми травмами скелета и внутренних органов. Медики делают все возможное для спасения пострадавших, но последствия такой трагедии могут остаться на всю жизнь. У нас, к сожалению, был случай, когда ребенок упал со второго этажа и получил крайне тяжелые травмы, потому что упал на каменное покрытие, и травмы были очень тяжелые. Сейчас это ребенок инвалидизирован и имеет теперь пожизненную реабилитацию. Есть дети, которые падают со второго, с третьего этажа, которые, к счастью, видимо, у них там ангел-хранитель за спиной летит вместе с ними вниз. И у них нет тяжелых достаточно травм, то есть, например, перелом ноги, ребер, то, что, в принципе, достаточно легко реабилитируется. Подобные происшествия можно назвать сезонными. На улице тепло, окна открываются все чаще родителями или самими детьми, которые явно не могут оценить опасность. Ведь возраст пострадавших традиционно от полутора до пяти лет. К сожалению, в такой ситуации, по большому счету, может оказаться, наверное, каждый из нас, когда мама на пять секунд отвернулась к плите, ставив открытое окно, а ребенок пододвинул в считанные секунды табуретку и просто запрокинулся посмотреть на какую-то там машину, животное или еще что-то подобное. Поэтому это секунды, в прямом смысле счет идет на секунды. И это просто наша человеческая где-то невнимательность и недооценка ситуации. Несчастный случай, халатность или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей – это предстоит выяснить прокуратуре в каждой отдельной ситуации. В каждом случае выпадения детей из окон правоохранительными органами проводятся процессуальные проверки. В случае доказанности вины рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Вместе с тем, за последние годы на территории Республики Карелии подобные уголовные дела не возбуждались. Не возбуждались еще и потому, что, к счастью, летальных падений детей из окон в последние годы в Республике не случалось. Но и других так называемых полетов быть не должно. Родителям необходимо соблюдать простые правила безопасности. Не оставлять детей без присмотра даже на несколько секунд. Отодвинуть от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог забраться на подоконник. Установить блокираторы на ручки окон. И, конечно, не стоит переоценивать защитные свойства москитных сеток. Безопасность ребенка напрямую зависит от осторожности и ответственности взрослых. Анжела Дробышевская, Алексей Миронов, Служба новостей.